а ее ребят всем привет с вами даводым и сегодня у нас будет обзорчик какой смеси без табачной какой смеси чайной все это мы снимаем в городе тверь в кальянной облако которая находится по адресу проспект чайковского 7 подробнее про заведение можно будет посмотреть в описании да а теперь если вы знаете я как бы ну редко записываю на без табачку а ну здесь меня зацепило многие моменты которые бы я хотел вам показать и как бы ну довольно круто так чтобы сразу вести вас в курс дела вот с этой стороны у меня линейка хард вкус клубника а здесь у меня медиум вкус ананасовый сок да теперь собственно давайте смотреть пока не пускай немного еще догреются а мы собственно начнем разглядывать идет все это вот в таких вот блоков вот таких вот блоках по 10 штук внутри блока почему у меня так много блоков да вот это старый блок это два уже новых блока то есть здесь новая пачка здесь старая пачка собственно давайте просто сравним как ребята сделали прогресс грубо говоря из вот такой вот пачки да ну обычный фут пакет или как он называется они сделали вот такой вот пакет да самое интересное ребят самое интересное это дизайн я часто к ребятам подходил на выставках да то есть к их стендам потому что их стенды они реально были интересные и реально как то цепляли то есть ты идешь, смотришь, какие там джунгли ебаные какие то блять что-то интересное, какая-то малайзия подходишь такой думаешь ебать что за табачина щас я попробую ее блять ты такой пробуешь тебе говорят это бестабачная смесь на основе черного чая А, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, да ты такой думаешь, блядь, ёбаный чай, опять, блядь, гениальный маркетинг, гениальный дизайн пачек, гениальная цена, средняя розничная стоимость 200 рублей за пачечку, 200 рублей за пачечку. Но, как бы думаешь, блядь, 200 рублей за пачку чая дорого, потому что пачки не 100-граммовые, а 50-граммовые, и 200 рублей за 50 грамм без табачки довольно-таки дороговато. Почему? Это то же самое, что покупать квартиру. Допустим, мне поебать, какой ремонт в квартире, потому что всё равно я буду его менять под себя. То же самое и с табаком. Мне поебать, сколько денег вы въебали в упаковку и, собственно, в дизайн. Мне нужно то, что внутри их, 200 рублей, возможно, это за 50 грамм, дорого, да? Теперь, здесь есть интересная вещь под названием капсула. Это вот такая вот штучка, которая приклеена, собственно, сзади, да, вот такой вот тюбик. И я когда посмотрел, я сразу вспомнил, ёбана, это же коллаборация фрегата, блядь, ёбана в рот, коллаборация. Так вот, клеим и получаем коллабу, да? Идеально, маркетинг, хомяки покупают и всё остальное. Но нет, это получается, так сказать, вот хочешь ягоды, да, то есть барбарис, кури барбариса, хочешь, чтобы у тебя барбарис был свежий, ты якобы как бы открываешь пачку вот так, да? Сейчас мы это всё продемонстрируем вам. Вот так мы открыли пачку, берём вот эту штучку, вот так вот её надламываем, и, собственно, вот эту жидкость мы вот так вот выливаем в пачку. Вот так вот мы вылили, закрыли, вот так вот чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик поделали, и вуаля, у нас теперь барбарис охуительно свежий. Я на палец капнул, давайте я попробую. Ой, ебать, холодно, пиздец. Да, типа, назовём это экстрактом суперновой, пацаны. Теперь давайте вернёмся к реальности и поговорим про то, что я уже забил. Как я и говорил, линейка Хард и линейка Медиум. Для чего в чайной продукции линейка Хард и линейка Медиум? Потому что это, как минимум, заводит в заблуждение. Когда ты говоришь человеку, есть Малайзиан Микс, он сделан на основе чёрного чая, и есть линейка Хард. Человек ведь сам представляет автоматически то, что, ебать, крепкая хуйта. Блядь, 10 на 10. Давайте мне ебучей косаткой, да? Но ему выносят, он такой... Выдохнул и говорит, ребята, что за, блядь, фумач ебаный? Вы что мне, блядь, принесли, да? Вот так вот. Здесь немного это не работает. То есть, это мы, кальянчики, поймём, да? То, что я сейчас прекрасно понимаю, что линейка Хард, это просто крепче того, что есть вот здесь. Как бы мы не выходим за границы, да? То есть, Малайзиан Микса. А гость выходит за границы, и он сразу думает, ага, Хард, это значит что-то типа танжухи. Вот давай мне тогда Малайзиан Микс Хард, хочу вот подгандошиться, да? Но он вышел за границы Малайзиан Микса. А мы же понимаем, что лёгкая, крепкая, но не дальше этих двух, блядь, грубо говоря, вкусов. И если примерно говорить о крепости, да, то давайте Хард возьмём как, ну, 4-5, 3-4. То, медиум, это 1-2. То есть, медиум это просто, вообще, просто вкус. Ничего лишнего. А в Харде чувствуется немного тяжесть, вот чуть-чуть тяже, да, по горлу. И всё, это максимум, что есть из различий двух линеек. Что касается вкусов, я прокурил некоторые вкусы, почти по большей части всё из линейки Хард. И скажу так, что вот вкусы, они не въебически охуительные. То есть, когда ты открываешь пачку, нюхаешь, ты просто получаешь носовой оргазм, понимаете? Ты просто такой уебать как вкусно. Когда ты это забиваешь, начинаешь курить и такой, ммм, охуительно вкусно, но не так, как с пачки. Но при этом всё равно очень-очень вкусно. Но тут, ребят, вопрос в другом. Это чай. То есть, это бестабачная смесь. Это резиновая женщина. Это пластиковые цветы на твоём ебучем подоконнике у твоей мамы дома. Курица круто. Возможно, идеальный вариант для курения именно в миксах с тем же Дарксайдом, Танжом и другими продуктами. Но как целый продукт, да, уже продвинутого юзера, я считаю, что Малайзиан Микс, ну, за исключением тех, кто реально дрочит на бестабачки, да, вот, то им зайдёт. Другим только ради вкуса, и то ненадолго, буквально на минут 15, и дальше его уже просто неохота курить, потому что это, сука, не моё. Я хочу курить табак. Примерно вот так вот человек каждый скажет. Но по вкусу всё замечательно, всё здорово. Как курица тоже. Правда, есть маленькие проблемы с прогревом, потому что греется он очень долго. Но у меня есть подозрения о том, что этот долгий прогрев, значит, то, что мы будем это долго курить. А когда я прокуривал всё это дома, я могу заметить так, что реально перегреть довольно-таки сложно, хоть это и чай, да, то есть, да, в принципе, чай-то чай-то, чай-то, ну, не перегревается. Вот у меня есть ананас, он очень хороший, да, такой прикольный. Ананас и высок, реально, с мякотью. И есть клубника из линейки Харп. То клубника, куда бы ни шло, её ещё можно курить, с ней реально ещё можно хорошо кайфануть, да, то есть, если просто либо рано утром, либо поздно ночью, когда ты не хочешь гандошиваться, да, и просто в сопли раскуриваться. То, как бы, вот чайная смесь Малайзиан Микс, да, или любая другая, она подходит. Но в середине дня, время работы, её очень сложно курить. И, грубо говоря, представьте, вы даёте три танжа, и у вас один Малайзиан Микс, и потом опять три танжа. То есть, вот эта хуйта выбит тебя из колеи, и ты такой ебать. По общей оценке я бы, допустим, поставил 100% на десятку за дизайн, за упаковочку и за эту ебучую капсулку, потому что это реально очень круто. И ты, как бы, такой ебать юный химик, юный табачный технолог, блядь, чувствуешь себя, типа, технологом, это что-то мешаешь, там, и прочее, лабудень. Да, это, как бы, интересно, это, как бы, увлекательно, как будто игрушка для ребёнка. Сам продукт и его цена немного меня пугают. Вначале, когда я подумал, что, бля, 200 рублей за пачку, это охуенно. Как бы, да, вот такая вот подъёбка а-ля розничные большие крупные магазины техники, вещей, там, сетевые магазины Adidas, да, когда они пишут 34 990, как бы, да, ты такой думаешь, ебать. Так, этот телевизор стоит 34 тысячи, но по факту он стоит 35 тысячи. Просто вот эта циферка, она магическая, то же самое здесь, 200 рублей за пачку. Ты такой думаешь, заебись, а потом такой, хуяк, а пачка всего 50 грамм. Ты такой, бля, купить мне, по факту, одну пачку ещё хватит на дешёвые сигареты, нормального, грубо говоря, табачного сырья, а-ля щербет. Дэя там, да, как его, отдали, да, то ок, либо купить Малайзиан Микс, и тут как бы немного непонятно. По дымности всё окей, если брать общую оценку продукта, как обычному юзеру, обычному потребителю, грубо говоря, любителю кальянов, без суперспособностей. И вот про стандартный студент, то окей, сойдет все нормально В заведениях есть такой контингент, такая прослойка обычных людей Которые приходят побольше попиздеть, посидеть на людях И они не хотят курить крепко И при этом они хотят сидеть 2 часа То Малайзия микс будет в самый раз Но на то уже пошло, давайте захуярим конкурс Халяву все любят Поэтому что нужно сделать, ребят, чтобы выиграть 10 пальчик Малайзия микс Мы, наверное, возьмем 10 человек А нет, возьмем 5 человек и 5 людям Подарим 10 пачек Малайзия микс То есть каждый чувак из 5 получит вот такую вот коробочку Все, что нужно сделать Это подписаться на инстаграм Малайзия микс Подписаться на инстаграм Дава Дым Подписаться на инстаграм Дава Бренд Оставить под этим видео на ютубе комментарии из 4 слов И в конце оставить свой никнейм инстаграма Чтобы когда я выбирал по комментариям на ютубе Я мог перейти в инстаграм и посмотреть подписан ли он на эти 3 аккаунта И, собственно, 5 людям мы через неделю после выпуска этого видео Разыграем по 10 пачек Малайзия микса Все максимально просто Да, все идеально Я думаю, все будут счастливы, довольны Так что, ребят, давайте участвуем в конкурсе Более подробное описание, как, что нужно сделать Вот здесь вот в описании, да А я напомню, что мы все это снимаем в городе Тверь В Кальяной облако, которое находится на проспекте Чайковского, 7 Так что, можете заодно написать, что вы думаете вообще про Малайзия микс И оставить свою ссылочку на инстаграм И уже, как бы, вы участвуете в конкурсе Так что, вуаля, это Дава Дым Всем большое спасибо Ставьте лайки, пишите комментарии И курите без табачной смеси А-ля Малайзия микс Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok